всем привет на связи александр владимиров школа logic pro help и как обычно мы с вами разбираем нюансы создания электронной танцевальной музыки ну и не только электронной танцевальной а музыки в принципе сегодня мы поговорим про лейринг это совершенно фундаментальный базовый принцип и мы рассмотрим три основных правила по которым как правило делается лейринг что такое лейринг вкратце layer дословно слой лейринг процесс наслоения то есть мы добавляем к какому-то звуку еще дополнительные звуки тем самым итоговое звучание не будь то звукой либо целиком трека становится более богатым насыщенным хорошем смысле жирным в общем звучать начинает гораздо круче на практике конечно нередко бывает так особенно у начинающих что лейришь лейришь а звук становится грязным и в таком нехорошем смысле жирным такое бывает и для того чтобы избежать подобных ситуаций мы как раз разберем основные принципы лейринга чтобы вы это делали все более так скажем осознанно давайте мы вообще все это сделаем на примере такой простейшей мелодии я сейчас включу целиком слушать не будем кусочек этого достаточно чтобы понять что у нас за мелодии давайте сделаем лейринг какие есть принципы принцип номер раз это лейринг по частоте либо как еще говорят и как называют по высоте но на самом деле подобные принципы лейринга я скажем так сам для себя определил не находил их где-то там в определенных учебниках но это все равно фундаментальные вещи которые так или иначе интуитивно используют практически все топовые продюсеры в том числе поехали значит у нас есть частоты атом от нуля до условных 20 килогерц есть низкий средний высокий и для того чтобы получить богатый звук например вы слышите свой бас и вы понимаете что он вроде прикольный но у него как-то не хватает средних частот вы можете добавить еще один бас который будет давать средние частоты кстати с басом это работает буквально у нас есть так называемый саббас который отвечает преимущественно только за низкие частоты есть так называемый mit bass который отвечает за средние частоты у него кстати у mit bass а мы как правило срезаем даже низкие частоты чтобы он не конфликтовал с саббасом про басы есть отдельное видео на нашем youtube канале можете его найти как быть случай с мелодиями здесь то вроде нам как бы бас не нужен Давайте думать, как мы можем сделать этот звук немного выше. Мы можем сделать это, так скажем, двумя способами. Способ номер один. Это взять и, например, поместить на октаву выше. Но здесь такой момент. У нас ведь с вами как происходит? У нас, например, если мы говорим про синтезаторы, здесь два осциллятора. Они, кстати, абсолютно идентичные. Но смотрите, один у нас минус 12 полутонов, а другой как бы ноль полутонов. То есть он звучит на той ноте, которую мы нажимаем. Если мы сделаем вот так, то оба этих осциллятора будут на одной и той же высоте. А если мы сделаем один из них выше... То есть, понимаете, да, звук становится буквально выше. И это очень полезно. То есть когда я синтезирую звук, когда я накручиваю звук, когда я делаю лейринг, то я всегда слежу, чтобы осцилляторы были на разных октавах, чтобы звук был более богатым. Лейринг — это фундаментальная, повторюсь, история. Мы детально разбираем его на курсах. Но он вообще всегда на любом этапе создания трека и даже звука работает. То есть даже при создании звука внутри синтезатора мы тоже руководствуемся базовыми принципами лейринга. И в данном случае вот так вот это работает. Мы могли бы, например, добавить еще один осциллятор, к примеру. И для разнообразия могли бы взять, скажем, квадратную форму волны и сделать ее на октаву выше. И, кстати, весьма неплохо. Без вот этих слоев. Гораздо богаче. Кроме того, мы можем воспользоваться анализатором для того, чтобы проверить, насколько звук стал более высокочастотным. Если мы включим вот так, то мы видим, что вот этих частот нет. Но даже если мы выключим вот этот, например, осциллятор. На слух ситуация меняется, по анализатору не очень. Поэтому все делать преимущественно, конечно, нужно на слух. Но мы можем открыть фильтр, например. То есть сделать более яркий звук. Вот и все. По сути, вот он лейринг внутри, так скажем, синтезатора. Окей, давайте дальше. Следующий принцип лейринга — это атака плюс тело звука. Что здесь имеется в виду? Представим, что у нас звук очень длинный. Он такой прям богатый, жирный. Но у него нет первоначального удара транзиента. То есть он недостаточно острый. Для того, чтобы понять вот эту всю историю, нам здесь может помочь такой плагин, как SM-соскоп. Он бесплатный, и его можно скачать просто, что называется, за гугли. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересуют быстрые старты изучения Logic Pro, аранжировка, сведения или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Здесь звук изначально такой, ну, довольно острый, у него есть транзиент. Но что если мы уберем все это дело, и у нас никакой вот такой остроты не будет? Слышите? Звук такой, ну, он ровный достаточно, но ему не хватает некого транзиента, некого удара. И мы можем с помощью, опять-таки, лейринга, либо с помощью саунд-дизайна просто сделать вот так. Более такой острый звук добавить. В действительности, ну, поскольку мы говорим о лейринге больше как о добавлении новых инструментов, нежели о работе внутри синтезатора, мы можем сделать такую историю. Например, мы можем сделать дупликейт и допустим, допустим, давайте возьмем такую ситуацию, что вот этот у нас первый слой, он будет такой больше, ну, то есть здесь будет, например, пилообразная форма волны, и он будет вот такой вот, такой длинный. А допустим, вот этот вот слой у нас будет более такой с транзиентом. Но у него мы уберем, наоборот, вот эти вот осцилляторы, к примеру, ставим только квадрат. Кстати, можем даже вот здесь вот взять для разнообразия тоже квадратную форму волны, ну, и допустим, сделать ее там на вот такой вот высоте. Слушаем вместе с нашим вот этим примером. Я думаю, слышно, что появляется некий удар, которого изначально не было. Это хорошо работает, например, с ударными. Очень хорошо, когда у вас, допустим, есть Close Hi-Hat, какой-то короткий Hi-Hat, который дает такой прям удар транзиент, атаку. И есть Open Hi-Hat, который такой более длинный, он как бы хвостастый, он дает больше хвост. То же самое с клэпами, да с чем угодно. Ну, с басом, разумеется, это тоже всегда работает. Ну, и, наконец, еще один принцип лейринга, это лейринг по панораме или по ширине. Суть простая. Один звук узкий, имеется в виду именно по стерео составляющей, ну, или, проще говоря, он в моно. А другой, очень широкий размазанный звук, он прям в стерео, очень сильное стерео. Окей, как мы можем это реализовать? Давайте подумаем. Ну, внутри, значит, самого Elchemy мы можем сделать звук более широким. Кстати, для того, чтобы понять вообще, какой звук широкий или нет, ну, если на слух как-то тяжеловато, то мы можем воспользоваться анализатором. Это родной мультиметр, он находится у нас в разделе Metering. Здесь мы его можем найти. Вот здесь вот показатель Correlation. Если он у нас в максимально правом значении, где зелененьким, то, значит, звук узкий, он практически в моно. Если сюда, то он просто невероятно широкий. В некоторых случаях он может уходить в красную зону при лейринге отдельных слоев, то есть отдельные слои могут уходить в эту зону, но в совокупности звук должен быть все-таки в зеленой зоне. Ну, об этом тоже в курсах более детально я рассказываю. Прослушаем, посмотрим. Звук почти что в моно, но здесь Ars Acoustics нам дает небольшой такой стереоэффект. Пока его временно выключим, так звук полностью в моно. Как сделать его стерео? Мы берем, допустим, вот один из слоев. Я обычно люблю делать слой, который повыше, более широким. Чем выше звук, тем как-то он более благозвучно звучит на широких частотах, ну, а низкие частоты вообще должны быть в моно. Поэтому вот здесь я добавляю побольше голосов и делаю унисон. И тем самым конкретно вот этот вот, вот этот вот осциллятор становится широким. Круто, круто. А вот этот вот слой, который у нас, первоначальный вот этот вот, он как бы не очень широкий. Ну, он просто даже в моно. Но, допустим, мы его сделали просто громче. Да, мы получили как раз тот принцип лейринга, о котором я говорил. Вот этот осциллятор в моно, этот осциллятор широкий. Мы его расширили. Чисто гипотетически мы могли бы также разделить, ну, к примеру, сделать два алхимии. У одного был бы алхимии только первый осциллятор, у второго второй. Но все эти вещи мы можем так или иначе реализовывать внутри одного синтезатора. То есть здесь как вам удобнее. Этим тоже я хочу показать, что не обязательно там кучу делать слоев. Это отдельная тема по количеству слоев. То есть можно, допустим, попытаться все это реализовать внутри там одного, максимум двух синтезаторов. Ну, потому что здесь много осцилляторов, которые мы можем использовать в том же алхимии, и это не мешает нам сделать лейринг, как говорится, внутри синтезатора. Все. То есть что мы имеем? Значит, вот этот у нас плак, он такой... Да, он больше как плак, он дает некий удар. А вот здесь это у нас... Да. И, конечно, нам нужно активировать наш арсакустикс. Марсакустикс. Марсакустикс. все вот так вот мы сделали лейринг разумеется это базовые совершенно вещи но когда мы помним про вот эти три основных принципа то есть лейринг по ширине лейринг по атаке плюс тела звука и лейринг по высоте жизнь становится гораздо гораздо проще лейринг по панораме например хорошо используется при работе там с клепами например теми же самым или с теми же допустим хай-хетами один хай-хет он в моно а другой очень широкий один клэп моно другой очень широкий и совокупный клэп или совокупных хай-хет он звучит очень хорошо и в моно и в стерео в общем звучание становится максимально богатым вот так вот совершенно легко и просто можно делать лейринг быстро в том числе повторюсь тема лейринга очень большая обширная мы детально разбираем в курсах но уже эти три принципа позволит вам, я надеюсь, лучше понять эту тему и делать лейринг, и делать свои треки более качественными, интересными, чистыми, аккуратными, ну и процесс будет гораздо проще и приятней. На этом все. Напомню, с вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Жду вас в следующих видео.